Цифра дня в деловых новостях. 5 миллиардов 100 миллионов долларов. На такую сумму россияне приобрели наличные иностранные валюты в июне. Чистый спрос резко сократился на 20 с лишним процентов. Статистику приводят аналитики Центрального банка. Однако евро жители страны стали покупать чаще. Объем вырос на 17 процентов до полутора миллиардов долларов. В то же время продажи иностранной валюты россиянами банкам выросли на одну десятую. В студии работает Борис Киргенеков. Приветствую вас. В ближайшие несколько минут расскажу о последних новостях экономики нашего региона и страны в целом. В Сибири на два пункта упал индекс кредитного здоровья жителей. При этом по России в целом показатель вырос и достиг уровня середины 2015 года. Об этом сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй. Индекс рассчитывают на основе доли плохих долгов среди их общего числа. Это займы, платежи по которым клиенты банков не носили больше двух месяцев. Рост показателей эксперты связывают с улучшением качества кредитов. Банки стали требовательнее относиться к клиентам, опасаясь рисков просрочки. Несмотря на положительную динамику по стране, в Сибири индекс кредитного здоровья снизился. Подобная ситуация в дальневосточном, уральском, южном федеральных округах. В Федеральной антимонопольной службе назвали новый срок отмены национального роуминга. За звонки в другие регионы россияне перестанут платить в середину декабря. В службе отметили, что все операторы мобильной связи подтвердили готовность отменить национальный роуминг. И как выяснили социологи Всероссийского центра общественного мнения, большинство россиян считают плату за такие звонки несправедливой. Об этом заявили 80% респондентов. Каждый четвертый участник опроса рассказал, что меняет тариф перед поездкой по стране, чтобы не тратить деньги на связи. 18% пользовались интернет-звонками или смс-сообщениями. Пройдутся по головам. Каждый десятый опрошенный новосибирец заявил, что готов подсидеть начальника или коллегу, чтобы получить более высокооплачиваемую должность. Исследования провели аналитики портала зарплата.ру. Сменить сферу деятельности не против две трети респондентов, если на новой работе платят больше денег. Для половины участников опроса переезд в другой город ради высокого жалования не проблема. Каждый третий согласен отказаться от отпуска. 28% опрошенных новосибирцев смирится с неинтересной и скучной должностью, чтобы получать больше денег. Зарплата ради которой новосибирцы готовы, но все это в среднем составило 100 тысяч рублей, отмечают аналитики. Российские компании в этом году стали меньше заинтересованы в сотрудниках без опыта работы. Каждая четвертая фирма по статистике отказалась от специалистов без стажа. Исследования провели аналитики порталов HeadHunter и Korea.ru. Взять на работу штат сотрудника без опыта сегодня готовы 74% руководителей компаний. Год назад таких было больше на 15%. Молодые специалисты готовы трудиться за меньшие деньги, быстро обучаются, креативно и творчески подходят к решению задач, уверены бизнесмены. Тем не менее, кандидатам без опыта чаще всего отказывают по причине излишней амбициозности. По мнению респондентов, молодым специалистам легче всего найти работу в сфере продаж, гостиничном и ресторанном бизнесе. Тяжелее будет устроиться в банковском деле, страховании, консультировании и сфере развлечений. В конверте удобнее. В России выросла доля работников с серой зарплатой. С начала года число неофициально устроенных россиян достигло 33 миллионов человек. Исследования провели аналитики RunHicks. Эксперты отмечают, в фенеморенке россияне работают с разной интенсивностью. За год число таких граждан выросло на 4%. Главная причина – многие специалисты находят себе заработок на стороне. У каждого третьего россиянина есть такая халтурка. На сегодня для 37% работников не важен статус трудоустройства – официальный или серый. Их стало больше за год на 10%. Невыгодное время для продажи. В России цены на легковые машины с пробегом в августе снизились на 6% к прошлому году. Авто с пробегом сегодня в среднем обойдется в 535 тысяч рублей. Рынок изучили аналитики агентства «Автостат» с 2014-го. Средняя цена БУ легковушек начала резко расти. В этом году стоимость машин постепенно падает. На фоне увеличения продаж новых авто, рынок поддержанных легковушек в стране стагнирует. Эксперты уверены – цены на машины до конца года сильно не изменятся, продолжая незначительно снижаться. Минэкономразвитие анонсировало новый порядок поддержки автопрома в 100 днях от Александра Масленникова, директора Департамента развития секторов экономики ведомства. Цель – изменение подходов к регулированию отрасли при сохранении объемов господдержки на уровне 2017 года на весь период реализации. Это 65 миллиардов рублей ежегодно в ближайшие 8 лет. Решение по поводу нового инвестиционного режима будет принято в сентябре. Конец цитаты. На этом мы заканчиваем выпуск деловых новостей. Я же с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале ОТС. Мы рассказываем интересно об интересном. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова